на 777 при годы всем если вспоминать что в эти минуты вот исторический визит впервые за шесть лет си цзиньпинь до представитель китая прилетел сан-франциско на встречу с президентом соединенных штатов америки джо байденом как вы считаете насколько эта встреча реально историческая насколько она важна потому что официально уже известно что они в первую очередь будут говорить также и об войне россии в украине но это встречи важные встречи важные конечно можно там сейчас говорить впервые за шесть лет китайский руководитель коснулся там американской земли ногой и так далее там все это поэтизировать надо понимать что это все-таки форум это хорошо что китай туда приехал безусловно все-таки китай сейчас является второй в мире экономической державой и обладающей ядерным потенциалом безопасности постоянно и так далее и тому подобное там много всего всяких регалий и конечно китай сейчас мощный такой монстр да вот но все-таки я бы не переоценил пока важность этого визита почему потому что визиты разные бывали я вспоминаю что трамп тоже съездил один раз на северокорейский полуостров и там тоже говорили что это эпохальный прорыв уехал трамп там обменялись они любезностями по полной программе пропаганда вот это корейского северокорейского отработал это в своих ум для своих этих оболванных граждан которые живут в стране концлагеря но на этом все кончится то есть я бы не переоценил этот визит но и недооценил то есть он очень важный полезный я об от него не ждал прорывных открытий прорывных шагов и действий я думаю что просто начало важного диалога который может привести к улучшению обстановки в мире понятно что в тихоокеанскому регионе в первую очередь мы понимаем проблем тайване все и не только ее вот и сложные отношения между китаем и японии да много там не очень простые отношения китая с южной кореи в общем любую демократии беременную все не очень простые отношения с любой страной демократии понятно что они китай представляет другой лагерь опять лагерные противостояния возвратилась и вернулась двадцать первом веке в полном объеме поэтому вот хорошо что лидеры двух этих систем все-таки находят возможность разговаривать общаться напрямую и это важно это важно для снижения напряженности в мире но пойдет ли этот диалог дальше будет ли он более содержательным будет ли он дать серьезные результаты подвижки в политике в экономике в снижении военного противостояния но мы с вами скоро узнаем я все-таки так не сильно не закладывался чтобы не быть потом не разочарован знаете когда надеешься на все потом что-то не получается и вроде все равно положительно ты чувствуешь разочарование чтобы не разочаровываться давайте пока не будем очаровываться этим визитом он полезный получится ли прорывным даст ли он старт каком-то этапу более спокойных прагматических разумных отношений между китаем как мощнейшей державой тоталитарных авторитарных государств и между лидером демократического мира соединенных штатах америки мы скоро узнаем не будем давать давайте не будем торопить события генадий армении официальная делегация армении встречала встретилась с официальными лицами сирии и есть уже уведомление что сирийские спецслужбы будут передавать армении данные о наемниках и разведданные если ситуация вокруг армении азербайджана будет обостряться в районе карабаха мы также знаем что франция передала помощь армении как вы считаете можно ли смотреть на это с точки зрения что армения пытается а да и пашнян сказал же что не лукашенко что не будет принимать в участие в заседании одкб правильно ли я понимаю что армения полностью отдаляется от россии ищет новых союзников и вероятно что может быть новый конфликт в ближайшее время но я надеюсь что пока не будет вот потому что сейчас как бы не до этого да и это все может быть истолковано как подрыв международной безопасности страны любой страны который начнет этот конфликт возобновлять в активную фазу вот это могут быть всякие последствия единственное конечно если это дежурный визит вот я так понимаю что сирийское политическое руководство очень сильно завязано на путь по большому счету она бы не выжила без путина его бы давно не было и армения конечно отходит от путина слава тебе господи так сказать лучше поздно чем никогда это единственное так сказать оправдание вот но понимаете выбор союзников тоже очень важен я понимаю когда армения работает с францией франция всегда играла очень важную роль безопасность армении в контактах с арменией поддержки помощи французы по моему были первыми которые приняли на уровне своего законодательства постановление о том что все таки признать вот эту вот трагедию армян вот этот вот геноцид армян несмотря на то что турция крайне сильно возражала там демаршами всякими демарши франции играют конечно важную роль в соединенных штатах америки я давно говорил еще до всех этих событий что армения должна искать других союзников для обеспечения своей безопасности потому что геополитическое положение у них очень критическое мягко уражаясь для страна небольшая там осталось три с половиной миллиона но может быть четыре дай бог чтобы четыре человек я думаю что меньше реально поэтому но визит он немножко как бы удивляет почему но пропутинский вот этот ассорт совершенно очевидно держится за счет путина на его так сказать ресурсах на его штыках и если ты просто дежурный визит на дружбу да должны все страны дружить должны какие-то быть контакты должны какие-то решаться вопросы но за исключением там сложной ситуации агрессии в принципе все равно поддерживаются отношения на каком-то уровне парламентском дипломатическом посольском и так далее но все таки вот этот выбор партнера ну не знаю может там есть какие-то интересы может есть какие-то дела я вот не глубоко понимаю эту проблему россии армяно-сирийских отношений вполне возможно что то есть какие-то моменты которых мы не знаем но сам визит выглядит немножко как бы так сказать если он не дежурный то выглядит странно и на не те союзники не те союзники которым в общем нужна армении для решения ее ключевого вопроса вообще существование самой армении потому что к сожалению мы видим что ситуация была очень напряженная реальная была угроза и как это экзистенциональная угроза существование всего армянского государства реальная угроза нации может исчезнуть государство может исчезнуть случае какого-то масштабного вооруженного столкновения и и и и и и